Вперед, на центральные равнины! Это была самая прикольная серия за последнее время. Цзэянь реально рассмешила, всю дорогу просила покушать, да ещё как просила. Да сколько ещё вы там трепаться будете? Я жрать хочу! Цзэяню пришлось первым делом искать ингредиенты для маленькой прожорки. Официально Цзэянь теперь мой любимый персонаж аниме. В этом городе им встретился ещё один необычный ребёнок. Внучка главы Ло Сяо Яо. Какую отменную пощечину она получила от Сяо Исянь. Девочка и правда слишком дерзкая, но это будет ей уроком. Ся Яня и Ся Исянь, как всегда, недооценивают из-за их юного возраста. Мало когда встречается такой молодой император и предок. Кстати, в начале серии Ся Янь уже предстаёт перед нами в своём новом облике. Никаких намёков от студии о причине такого изменения. Вот просто взяли и поменяли внешку Ся Яня с самого начала серии. Кстати, в оригинале внешность Ся Яня описывается довольно красноречиво. Его грубые льняные одежды передавали ему вид деревенщины. Его лицо выглядело молодым и утончённым, но не сказать красивым. Но независимо ни от чего, на него по-прежнему можно было смотреть. Он словно принадлежал к той категории мужчин, на которых чем больше смотришь, тем больше к ним пробуждается интерес. Ну вот, можно смотреть и ладно. То есть в книге Ся Янь явно не был красавчиком. С пространственным тоннелем возникли проблемы, когда двое стариков не смогли управлять духовной силой. Ся Яня, Цзэ Янь и Синь Лань стало затягивать внутрь. В оригинале такого не было. Это необычный поворот сюжета от режиссёра. Ведь в книге Ся и Сянь с другими предками успешно восстановили работу червоточины без каких-либо происшествий. Зато это добавляет больше динамичности в серии. Во время перемещения в тоннеле началась пространственная буря. Довольно опасное и редкое явление. В худшем случае пространство может расплющить эксперта, вплоть до уровня почтенного воина. Ся Янь вместе с Ся и Сянь ускорили лодку, чтобы быстрее выбраться из тоннеля. Ся Янь, даже используя костяные крылья и шаг молний, подтолкнул лодку к выходу. Однако внезапно он остался позади. В итоге лодку с Зе Янь, Ся и Сянь и Син Вань выбросило в одном месте на центральных равнинах, а Ся Янь очутился в другом. В итоге их команда разделилась. И судя по сюжету пройдет не менее 10 или 20 серий, пока Ся Янь снова воссоединится с Ся и Сянь. Куда же выбросило Ся Янь? Он оказался в самой настоящей глуши, в песчаной пустыне в северном регионе центральных равни. Его одежда была потрепанной, а тело серьезно пострадало. Бушующая буря внутри пространственной червоточины очень грубо обошлась с ним, буквально переживала его и выплюнула подобно мусору. Уся Яня даже не имела сил, чтобы встать. Он целый день, подобно трупу, пролежал на земле, поглощая природную энергию и понемногу восстанавливая поврежденное тело. Если бы его не защищало небесное пламя, скорее всего его бы уже разорвало на несколько частей, пока его кидало той ужасной пространственной силой. Однако ему все равно повезло, что он смог выжить, переживая такие страшные ранения. Он не знал, где оказалась группа Ся и Сянь, однако чувствовал, что с ними все в порядке. Ся Янь предположил, что перед сильным и мощным ударом в тоннеле, группа Ся и Сянь уже успела выбраться. В следующий миг его глаза закрылись, а когда он снова очнулся, то оказался в повозке. Его спас Хан Чун, диакон клана Хань из города Тяньбэй. У этого мужчины почти на уровне короля была миссия, пролегающая через эту пустыню. Именно тогда он и его люди обнаружили раненого и без сознания Ся Яня. Надо сказать, что ему действительно повезло. Если бы Ся Яня не нашли, то скорее всего его судьба была бы трагичной. Никто в группе Хан Чуна не ощущал силы Ся Яня, поэтому они думали, что он обычный парень, попавший в беду. Ся Янь впервые за долгое время расслабился, ведь никто не пытался ему навредить. Хотя травмы и были серьезными, Ся Янь не видел в них проблему, поскольку очень часто страдал от подобных увечий. Пока ему дадут достаточно времени, он мог постепенно и полностью исцелить их. Хорошо, что он являлся не только бойцом, но и алхимиком. В этом конвое особо выделялась аура молодой девушки на уровне Короля Трех Звезд. Это была Хан Сюэ, дочь главы семьи Хань из города Тяньбэй, провинции Центральных Равни, а также сестра Хан Юэ. Мы хорошо знакомы с Хан Юэ, потому что Ся Янь учился в Академии Дзина, и Хан Юэ также была студенткой. Они оба участвовали в соревновании за место в рейтинге лучших. Ся Янь почувствовал, что лицо Хан Сюэ как будто знакомое. Она и правда очень похожа на свою старшую сестру. Хан Сюэ оказалась очень разумной, воспитанной, сдержанной девушкой. Она по-доброму отнеслась к Ся Яне, дала ему лекарства и даже предложила работу охранника в клане Хан. И это при том, что никто не подозревал о силе императора Ся Яня. К слову, на тот момент он мог едва ходить. На пути их конвоя располагалось ущелье Тысячи Змей, и это место находится во владениях злобной змеей Сяман. Его сила достигла уровня императора, но даже некоторые эксперты на пике уровня императора не хотят иметь с ним дело, поскольку он способен контролировать всех змей в ущелье Десяти Тысяч Змей. Поэтому он и занимал эти территории на протяжении многих лет. Если кто-то хочет успешно пройти мимо ущелья, то ему следует заплатить. Все люди в их группе были очень напряжены. Они были готовы заплатить за проезд через ущелье. Но эта притворная змея не только жадная, но и забирает красивых девушек, проходящих мимо. Поэтому всегда могло произойти что-либо непредвиденное. И так и произошло. На полпути из ущелья появилось огромное количество змей. Ся Янь в повозке вдруг открыл глаза и тихо вздохнул. Охранники клана Хань уже изо всех сил ускорились, стараясь как можно быстрее покинуть ущелье. Хотя все эти змеи являлись волшебными зверями третьего ранга, размеры их тел достигали поистине чрезвычайных габаритов. Среди них также был получеловек-полузмея с черно-зелеными крыльями Доу Ци. Злобная змея Сяма. Он заметил ауру Хан Сюэ и потребовал, чтобы ее отдали ему. Естественно, драки не миновать. Но среди всего их лагеря Хан Сюэ была сильнейшим экспертом на уровне короля трех звезд. Остальные были лишь на пике духа Доу Ли, что они могли противопоставить змее уровня императора. Он приказал всем змеям атаковать и сам набросился на Хан Сюэ. Что произошло потом? Неожиданно вмешался Сяо Янь. Но как? Он ведь был серьезно ранен и даже не мог использовать Доу Ци. Согласно оригиналу, он призвал духовную силу алхимика и нанес тому злобному зверю духовную невидимую атаку. Так, даже не показавшись, Сяо Янь спас всю группу от злобных змей. Вот так начинаются приключения Сяо Яня на центральных равнинах. Он только-только попал в этот регион и уже такие происшествия. Ждем дальнейшие интересные события. Спасибо большое за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok